Лора Вайс. Невеста Цербера. Глава первая. «Никогда. Ни за что!» — юная Селен хлопнула ладонью по столу, за которым сидела семья. «Я не выйду замуж за этого монстра!» — угомонись, дочь моя! Отец придержал яблоко, что чуть не упало от удара. «Вот твои сёстры не прочь, только ты шумишь!» «Вот пусть они и идут под венец!» — сложил руки на груди. «И пойдут. Как ты не поймёшь!» Правитель восточных земель Каир Веном Третий принялся усердно массировать виски. «Это в интересах нашего народа. Дакар-завоеватель пообещал сохранить жизни всем, если я пойду на сделку!» «Не всем. Ты идёшь на сделку ценой наших жизней, отец!» Селен никак не успокаивалась. «Была бы жива мама, она бы вразумила тебя!» «Она бы согласилась со мной!» «Дакар захватывает город за городом, вырезает правящие семьи и всех недовольных!» «Ставит своих наместников, чтобы те забирали у народа последнее!» «Такой участи ты хочешь для нас!» «Отец прав, сестра!» — подняла голову Альма. «Толку от твоих пламенных речей, когда на кону жизни тысячи невинных!» «Да, Селен!» — вступила в спор Амина. «Другого выхода нет!» «Выход всегда есть!» — поднялась из-за стола. «Просто кто-то решил идти по пути наименьшего сопротивления!» — покосилась на отца. «А вы?» — обратилась к сёстрам. «Готовы, как жалкие овцы, идти на заклание?» «Всё!» — на сей раз Каир ударил по столу. «Ты уже переходишь все границы дозволенного! Хватит!» Селен только и смогла, чтобы обогроветь от злости, ибо высказала далеко не всё, но дальше ссориться действительно нет смысла. «Её здесь не слышат!» — вернее, не хотят слышать. Девушка одёрнула длинные кафтаны и устремилась вон из обеденной залы. «Бесхребетные трусихи! Ну, отец! Как он мог так поступить? Почему не выдворил с позором гонца этого нелюдя? У них же есть армия, в конце концов! Есть боевые морты!» Морты — двухметровые создания с крепким туловищем. Передвигаются как на четырёх лапах, так и на двух задних. Имеют длинные хвосты с костяными буграми на конце. Имеют острые когти и зубы. Обучаемы. А в итоге? В итоге отец с широкой улыбкой на лице ответил согласием. «Монстр захотел трёх жён! И скоро прибудет в Кастилеон, дабы скрепить соглашение родовыми печатями!» «Пожалуй, надо прогуляться, проветрить голову!» Вселенная правилась в сад, раскинувшийся подле правительственных чертогов. На дворе как-никак весна. Природа оживает. В саду расцвели первые цветы — пышные камелии белого и сиреневого цвета. Как гласит легенда, нектар камелий спас феи от страшной хвори. И коли эти удивительные цветы росли только здесь, Великая Мирей, первая королева феи, повелела основать город рядом с цветником, Скоро на холмогорье Валоу вырос Кастилеон. Юная дева брела по извилистым тропинкам, думала о своей печальной участи. Стать одной из трёх жён убийцы и чудовище — это ли не позор для чистокровной феи? И почему именно на них пал выбор? Дакар — завоеватель. Гроза востока и запада, покоривший десятки городов. Да будь он трижды проклят! Отец слишком наивен, если думает, что Дакар сдержит слово и не тронет город. Нельзя было соглашаться. А теперь? Теперь их жизни в руках самого опасного и беспощадного демона. «Здравствуй, Селен!» — послышалось из-за дерева. «Эдан!» — сразу улыбнулась и поспешила вытереть слёзы. «Почему моя маленькая птичка в слезах?» На свет вышел высокий статный парень. Потому что отец дал согласие. Подошла к нему. «Меня с сёстрами сосватали!» «Не может этого быть!» — резко переменился в лице. «Каир действительно согласился?» «Ты не шутишь?» «Какие уж там шутки!» «Но это безумие! Как же мы?» Дакар передал в послание, что в случае согласия на брак оставит Кастиллион в покое. Отец не стал рисковать. «Завоеватель прибудет через несколько дней на Сматрины». «Тогда тебе надо бежать!» — прижал девушку к себе. «Я помогу!» «Боюсь, это невозможно!» «Или три невесты!» «Или оккупация!» Вдруг осознала масштабы трагедии в случае побега. «Завоевателям нельзя договориться!» «Его нельзя купить, как говорят, за неисполнение договоренности он карает жестоко и неотвратимо!» «Селен!» «Прости!» — коснулось его лица. «Ты принесешь себя в жертву!» «Но чего ради?» «А если он на самом деле сдержит слово?» «Если сразу после свадьбы уйдет, и Кастиллион будет жить как прежде!» Говорила и сама не верила своим словам, отчего слезы потекли по щекам. «Нет!» — замотал головой. «Нет, Селен, не о том мы мечтали!» «Знаю!» — взяла его под руку. «Идем!» И потянула вперед. Скоро двое вышли на смотровую площадку. С нее открывался чудесный вид на весь город, который буквально тонул в лучах восходящего солнца. «Я сегодня спорила с отцом. Обвинила его и сестер-молодушие в трусости. А выходит, сама поступаю не лучше. Люди не должны страдать напрасно!» Потакание прихоти, сумасброда и тирана. Вот молодушие. «Мы свободные феи, Селен. Мы имеем право выбора. Думаешь, хоть кто-нибудь пожертвовал бы собой ради тебя?» «Нет. Каждый в этом городе выбирает себя и свою свободу. Подумай, как следует. У нас еще есть шанс спастись». «А как же Альма и Амина? Как же отец? Как же все остальные?» «А как же я и ты?» Они еще сейчас бродили по саду. Эдан все время держал за руку и все время повторял, что им надо бежать. Только если она сбежит, Дакар убьет и отца, и сестер, и всех приближенных к отцу. После чего Кастеллион превратится в один из сосудов, снабжающих земли завоевателя полезными ресурсами. А феи превратятся в рабов. Селен вернулась домой в состоянии полного опустошения. Добрела до своих покоев и рухнула в постель. «Сбежать или пожертвовать собой? Спасти из самой или спасти всех?» «Тут в комнату вошли сестры. Выглядели они не лучше. Мы понимаем тебя». Альма забралась на кровать с ногами. «Думаешь, мне хочется стать наложницей этого мерзавца? Или Амини?» На что та замотала головой. «Не хочется, Селен. Но отец прав в одном. Три судьбы вместо тысяч. Это справедливый размен». «Я встречалась с Аданом», — произнесла чуть слышно. «Наверное, бежать тебе предлагал?» Грустно усмехнулась Амина. «Да, предлагал». «И?» «Я не брошу вас», — обняла обеих. «Мы ведь тройняшки. Мы родились, чтобы никогда не расставаться. Спасибо, сестра». Альма поцеловала ее в голову. «Мы справимся, вот увидишь». Девушки крепко обнялись и стихли. Каждая молилась про себя, молилась и просила спасти душу от скверны, кою несет за собой завоеватель. Правитель Кастеллиона тоже молился, сидя в своем кабинете. Кто бы что ни говорил, ему тяжело удалось это согласие на брак. И когда Дакар прибудет, он постарается оговорить с ним достойные условия жизни для девочек. Только беда в том, что силы слишком неравны. И диктовать свои условия завоевателю не получится. Значит, будет умолять. Три дня и три ночи семья правителя провела в ожидании. Селенджа все прокручивала в голове слова Эдана. Сестры же смиренно готовились к неизбежному. А утром четвертого дня к воротам Кастеллиона прибыла свита во главе с самим завоевателем. Вереница из воинов на вороных лошадях въехала в город и устремилась к правительственным чертогам. Впереди Вереницы, как и положено, ехал Дакар. А по обеим сторонам от него находились два телохранителя в черных масках. Стража Кастеллиона сейчас же перекрыла центральную дорогу, дабы расчистить путь завоевателю. Народ, в свою очередь, провожал непрошенного гостя косыми взглядами и проклятиями в спину, но шепотом. Чтобы не приведи великая Фрея, воины демона не услышали. Дочери Кайера в этот момент стояли у окна и с замиранием сердца смотрели на воинах в черных доспехах, что неспешно приближались к их дому. Все, кроме Селен. Она предпочла остаться в своей мастерской, где засела за гончарный круг. Нервы сдавали, отчего не получалось толком контролировать магию. Юная фея взяла немного белой глины, смешала с водой, после чего запустила круг. Мама всегда говорила, не знаешь, как успокоиться, создай что-нибудь. Пусть отрицательная энергия послужит благому делу, а не разрушению своей же ауры. Через минуту нога жала на педаль. Руки оглаживали плотный, но податливый материал. Круг вращался с постоянной скоростью, и только мысли беспорядочно толкались к голове феи. Селен даже не смотрела на то, что делает. Зато слышала стрекоткрыльев, которые давно как явились в зору. Сейчас девушку мучило чувство вины перед Эданом. За все три дня она ни разу не вышла к нему, побоялась. Ведь он бы ждал положительного ответа, которого она бы не смогла дать. Побег не выход, увы. Спустя пару минут до ушей донесся скрип отворяющихся дверей чертогов. Он здесь. Этот монстр здесь. «Селен!» В мастерскую вбежала Альма. «Дакар!» Я слышала. Глянула на сестру из-под лобья. «Не суетись. Нас позовут, когда придет время». Тут и Амина появилась. У нее также трепетали крылья от волнения. «Что ты делаешь?» Уставилась на гончарный круг. Тогда Селена пустила взгляд. Глина потемнела. А вместо чаши или вазы получилось нечто уродливое. «Не знаю». Скорее убрала руки и сняла ногу с педали. Прошел час. Пошел второй. Девушки вконец разнервничались, ибо нет ничего хуже сидеть в неведении. Вдруг дверь отворилась, и на пороге показалась служанка. «Господин Кайр велел вам явиться в приемную залу». На что все три кивнули. «Пора, девочки». Поднялась Альма. «Удачи нам». «Селен». Амина обратилась к сестре.